Канал Таёжный Обитель приветствует вас! По многочисленным просьбам я снова с Володей сидим. Сильно я его не буду сегодня перебивать, потому что мне досталось за это. Но иногда, может, что-то спрошу. Так, ещё очень многие просили показать нож, два ножа в одной ножне. Вот сейчас, Володя, про это будет разговаривать, рассказывать. Ну, всех с чаем. Давайте, по традиции, как раз, не нарушая традиции. Да, да, да. Всё, Володя. Да, будем немного краткие, потому что лимит у Николая на видео. Лимит на то, что интернет очень плохой. И вот одно видео, за которое ругали, что я Володю перебивал, мне пришлось загружать шесть часов. Два раза зависал компьютер. Да, да. Поэтому мы... Вот показываю, как я... Вот моя амуниция на охоту ходила. Вот таким образом. Да, вот показываю. Вот, вот. На пояс это всё одевал. Нож с левой стороны, так я левша, удобно брать. И топор. Всё у меня, кажется, при себе. В рюкзак не надо лазить. Мне так нравилось. Кто-то в рюкзаке носит, кто-то как. А мне вот на поясе нравилось. Потому что у меня всегда под рукой. Надо в любой момент я топор возьму. Надо нож мне, вот он всегда... И два ножа. Один маленький. То, что я её и разделываю. И всё такое. А большой вдруг... Бывает надо зверя с охатой. Ну, заднее стегно разделать. Ножичком этим маленьким. Вот кто пробовал до сустава добраться. Попробуй затолкать туда этот ножичек. Вместе с рукой лезешь в мясо. А этим большим спокойно его отрезал. Всё. Топором не рубим мы, это, кости. Когда разделываем зверя. Всё ножом, по суставам. Разобрал его на запчасти и всё. Некоторые охотники рубят. Вырубают это. Где задняя прямая кишка. Эту перегородку костяную рубят. А мы нет. Ножом всё аккуратненько вырезал. И вытащил всё. Так что вот поэтому и длинный нож нужен мне всегда. И коротенький. Так что вот такое дело. Так, а с чего у тебя вот ножна? Да, ножна простая. Яловы сапоги были у меня. И вот из них вырезал. Ну, незатейливо, так сказать. Ножны такие. Ну и вот это застёжечка. Нож вытаскивается. Так, Володя просили размеры. А размеры небольшой 12 сантиметров лезвия. А ручка где-то 12 с половиной с небольшим. Вот удобно брать его. Когда спарываю шкуру, пальц упирается, а тут ложится в эту ямочку. Вот это очень интересно. Он мне показал. Да, я-то всё для себя делал. Вот это вот делается сюда. А вот это убирается сюда. И нож как приваренный к руке у меня. Он никогда не вывернется из руки. Вот он. Ни разу не соскальзывал. Никогда. Вот техника безопасности прежде всего у нас. Это поэтому всё рассчитано на это. Вот так. А большой нож вот большим особо интересовались. Ну, а большой... У меня, правда, другой был нож. Не этот. А этот мне подарили как это. Уже пенсионеру. Ну, я ручку на свой вкус поменял. Она очень тяжёлая была. А это вот 12 с половиной так же я сделал. А лицый клинок? А клинок 23 сантиметра. Нормальный, удобный. Не как сабля. Я бы не сказал, чтобы там неудобно было. А очень даже удобно им работать. Я Володю спрашивал. Этот вот нож, он подаренный. Вот здесь написано Владимиру на 50 лет охоты. Он говорит, что по спецзаказывал. Да, Володя, по спецзаказывал. Это почему 50 лет? Я охотником, профессионалом не работал. Я всегда любитель был. Но всегда с профессионалами. А 50 лет, то, что мне в 14 лет охотничий билет выдали, ну, представляете, 14 лет мне было в 67-м году. В 64 тебе 50 лет. Да, и вот 50 лет исполнилось в 18-м году, как я получил охотничий билет. Я практически никогда перерыва не было с охотой. Даже в армии, когда служил, и то охотился. Ну, я генерала на рыбалку возил по выходным. А всю неделю мы сами себе рыбачили. Ну, и охотились. Ну, естественно, стало быть, стаж не прерывался у меня охотничий. А это он говорил. А это я сам. Сам я, то, что моряк, поэтому я вот такой формы нож, ручку сделал под моряцкий вариант. Ну, вот когда ты капканы ставил, там, чангай, палочку, потаск, тоже можно срубить. Ну, да, естественно, он же так хорошо. Идешь где-то за тезки, например, Сахатова убил, за тезки, чтобы потом найти. Да, да, да. Ну, да, обязательно на дереве надо знаки делать. Это как маленький топор. Да, да, он даже удобно, нормально, хорошо. Так что вот. Ну, вот эти два, они сильно тяжелые? Нет, очень даже легко. У меня топор, ножи, даже не замечаешь веса, потому что на поясе он не так заметно вес. А если в рюкзак положишь, сразу чувствуется, что что-то на плечи тянет. А на поясе нормально. Вот. Кому как нравится. Туга, надежно. Да, надежно. Ну, мы вас с Володей говорили, я ему сделал комплимент. Говорю, Володя, когда у тебя вот это вот с тобой снаряга, то ты можешь уже с ней выжить в тайге. И шалаш сделать, и костер зимой даже развести такой, чтобы... Нет, в тайге я не пропаду. Нет. Приходилось это нормально все. Ну, вот сегодня мы хотели вот это вам показать. Размеры он сказал. Еще мы когда говорили, вот он правильно показал ручку под руку. Иногда там спорят, правильная форма ручки, неправильная. Мы, охотники, говорим, каждый должен ручку, топорище делать под свою руку. Не всегда. Да, например, у меня вот такая рука, а у Володи другая. Бывает совсем другая. Поэтому вот это тоже. Когда нож делаешь, естественно, меряешь его по ручке. И уже, естественно, подгоняешь под свою руку, чтобы мне же работать им. Поэтому надо... Да он Патрушев Юрой был. У него вот такая, вот такая рука, как для моих. Ты помнишь его? Да, помню. Здоровенный был мужик. Да, и вот у меня тоже один друг был, Паша Чертян, на Байкале охотился. Тоже ручище, как у медведя. Естественно, ему и надо... Если нашу ручку, то она... Да, естественно, и ручка должна быть, соответственно. Ну вот, по этой теме мы сегодня ответили на вопросы. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Удачи, радости, здоровья, творчества, гармонии с самим собой и со своим другом. Мне, если доверить, так я тут много могу наговорить. А мы сейчас на другую тему перейдем. Спасибо.